друзья всем привет всем добрый вечер вот у нас уже моя моя так что я делаю я выбираю маски друзья привет 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 как вас уже сразу много мы с вами очень давно не общались прямом эфире и я решил это исправить тем более что тем более что я наконец-таки на два дня выбрался отдохнуть в сочи прекрасный отель меритинский я вам уже показывал его stories может кто-то успел видеть и покажу вам тоже сейчас кстати мы с отелем меритинский проводим очень крутой конкурс передаю привет всем очень крутой конкурс под моим последним постом в инстаграме можете зайти посмотреть и тоже выиграть отдых в этом отеле отель очень классные 4 звезды здесь очень здорово я жду иду когда мне принесут в номер а так по поводу всех вопросов по сотрудничеству вы можете написать мне в директ по поводу они сразу скажу что если она нет потому что она уехала в саратов по работе она сейчас сотрудничает с косметологом работает у него управляющий и они поехали поехали по работе на обучение а не занимается так скажем повышать свою квалификацию поэтому на счет саратове а я решил пока она трудится немножко отдохнуть потому что я тоже очень много работал последнее время и два денечка я буду в сочи а понедельник уже прилечу в москву напишите мне еще раз директ я вам обязательно отвечу я вижу вас алина макеева запомнил вас напишите еще раз мне и я отвечу вам давайте пообщаемся задавайте свои вопросы во первых расскажите по поводу сочи я тут уже был один раз один раз всего но много чего не успел увидеть расскажите что стоит посетить что здесь самое интересное я хочу завтра съездить на розовый хутор потому что потому что а в прошлый раз этом был всего пару часов и поднялся только на какую-то там первую или вторую высоту и мало чего успел посмотреть но там безумно красиво вот как раз говорю про красную поляну там было безумно красиво и я хочу прям подольше там побыть целый день на розе хутор классно да там очень красиво давайте я как попасть нам бы в качестве зрителя сергей твтнт напишите ему он вас возьмет возможно зрители рост у меня 172 сантиметр пройдись по жизни строковой и пингвиновой что я должен как я должен пройтись по их жизни привет юкей приятно как что даже из юкей есть зрители умеешь кататься на лыжах слушайте давно не катался катались в школьные времена но конечно наверное навык уже подзабылся привет привет всем друзья давайте задавайте вопросы если у вас есть чтобы наша беседа была содержательная здравствуйте здравствуйте раньше по всем проходились а сейчас вы молчите сейчас мы тоже проходимся но что касается меня то я самые интересные какие-то подробности и факты берегу для своей рубрики на бб в шоу британ против бузовой рубрики правда или ложь поэтому какие-то интересные факты от меня лично вы можете видеть там каждый четверг в 11 30 смотрите вообще напишите как вам нравится эта рубрика или нет по поводу а не я уже ответил давайте не будем 10 раз отвечать одно и тоже вернется ли гриценко на проект вы знаете его вчера видел мы на одно мероприятие были вместе нашей подруги и он вообще конечно на цветет и пахнет счастлив у него жизнь кипит на проект он не собирается поэтому у него все в порядке вы же не отвечаете читаете наверное читаете наверное нет я все читаю друзья просто тут много всего и очень много всяких приветов завтра дождь возьми зонтик обязательно да я уже видел что дождь мне это очень сильно расстроило потому что хотелось нормально погулять но даже под дождем буду гулять дождь и не помешает ссори что я так сегодня на таком релаксе но но вот так по поводу рапунцель какая такая же в жизни она такая же в жизни и на экране такая же да абсолютно ты всегда выдаешь подробности классно неожиданное спасибо а про кого вам хотелось бы узнать еще более всего кстати на следующей неделе в четверг будут очень интересные факты в моей рубрике про вику цитурян алёна рапунцель и по поводу одной новой участнице которая немножко вам уже известно но не буду раскрывать все тайны видите все в четверг много беременных они не беременны нет они не беременна а спасибо за приятные слова привет передаю всем катерине сарафановой лично прекрасно выглядишь и мадешту дляешь внимание спасибо вика из смоленска вика цитурян нет она не из смоленска она из краснодара что ли олина рапунцель есть парня вот скоро узнаете и зафиры есть у нее парни или нет антон блэк привет кто беременна все беременны алёна до сих пор любит ебарова тебе так не кажется я вот кстати давно тоже об этом думал мне кажется что если бы алёна понимала что ебаров возможно к ней захочет вернуться то она бы с ним была просто она понимает что илья конечно уже не испытывает к ней ничего а у нее я думаю что то еще теплится к нему все-таки это самая большая любовь в ее жизни и это так быстро не проходит знаю по себе каково это бывает а не саратове я уже вам рассказывал пока она саратове я в сочи вот так живем а линзы носишь или мне кажется так что я завис друзья мы не зависаем не зависаем линзы ношу да вам не кажется за кого болеете на чг я слушайте ни за кого не болею я буду рад победой любого участника потому что все достойные но безусловно семья Рапунцель я считаю очень-очень многое прошла и сделала на проекте поэтому я буду рад за них особенно и за Олю и за Алену ну а кто выглядит я пока не знаю цвет глаз карри линзы я ношу но они у меня не не цветные это мой цвет глаз это мои глаза они красные уже все просто тут еще такой свет чтобы не видно было что ты выглядишь молодо очень ну мне как бы не так много лет мне двадцать семь опять пошли вопросы любимые мои сколько лет и по списку которые все время вы задаете когда Захар и Федя покинут проект почему они должны покидать проект если у них отношения они в паре и Федя и Захара у них все хорошо ну как конечно не всегда все хорошо но они строят свои отношения что делаешь в Сочи я просто отдыхаю дом 2 никогда не закроется выглядишь намного моложе своего возраста ну это же прекрасно что здесь плохого уставший немножко уставший потому что последние несколько дней очень очень мало спал я все читаю что мне пишут вот читаю может быть я не все сообщения вижу но просто очень много просто там смайликов приветов и мало мало вопросов я хочу отвечать на вопросы ваши чтобы эфир был интересный все бы так сохранялись как ты ребят ну мне же не 50 лет не 58 не фанат Оля но я за них за семью Дмитренко ален не считая человеком года тебе нужно больше отдыхать не нужно наоборот нужно много работать отдыхать будем потом я тоже сейчас в гости в Сочи в гости приеду нет спасибо у меня мне и так хорошо на шоу ББ Рапунцель Дмитренко постоянно говорят что надо уходить почему же они не уходят что их там держит слушайте они это на эмоциях говорят конечно же не никуда уходить не собираются и не хотят и не уйдут я надеюсь а еще мы будем наблюдать их второго малыша на проекте мне кажется это круто что у нас будет семья с двумя детьми по поводу человека года я уже вам отвечал Настя Слецевиат она сейчас занимается своим здоровьем вы же все знаете что она сломала ногу и и она занимается своим здоровьем скоро у нее операция как попасть на дом 2 с семьей слушайте никак нужно прийти одиночкой и построить там свою семью а семьями у нас пока что не берут если будет какой-то новый проект или семей то возможно пока нет почему телезрители не голосуют за ЧГ в финале будет зрительское голосование уже объявили об этом в эфире как себя чувствует Ефременко и когда выйдет в эфир мы вчера тоже с Юлей виделись хорошо она себя получше уже чувствует выйдет в эфир надеюсь что скоро привет Белгороду Черно беременна конечно в эфире смотрите она уже объявила об этом зачем вам столько ведущих тем более Черкасов и Ефременкова а что они прекрасные ведущие ведущих много потому что у нас проектов много проект разрастается есть и спаси свою любовь напротив Бузовой и остров любви везде должны быть ведущие поэтому такое количество оправдано кем работают ваши родители мама у меня всю жизнь работает в библиотеке им кстати очень интересный вопрос а папа сейчас не работает он на пенсии уже так скажем поправляет свое здоровье отдыхает но вообще он всю свою жизнь посвятил технической специальности он был главным технологом на крупном производстве не гнобить не гнобить Рапунцель я кстати лично их вообще поддерживаю в последнее время хотя тоже были разные раньше ситуации не всегда я поддерживал ну Диму в частности Олю всегда с Димой у нас были какие-то стычки но это все в прошлом сейчас я поддерживаю их почему Строкова не наказали за нападки на Настю вот кстати скоро будет разбираться тема подробнее в эфире барыгна против Бузовой вы все увидите так 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 давайте я еще посмотрю ваши вопросы спасибо всем за приятные слова почему Федя так гонит на Рапунцелей слушайте ну конкурент в Человеке Года борется за свое место для чего находится там Мандезиро он строит свою любовь с Юлией Ефременковой бывает ли мне стыдно за Аню нет стыдно не бывает за Аню а бывают ситуации которые ну я бы может быть немножко иначе поступил но опять же все люди разные мы обсуждаем так что главное все обсуждать и проговаривать но стыдно нет не бывает она у меня приличная девочка какое у меня образование у меня образование факультет журналистики МГУ ты не хотел поменять работу дальше развиваться в других сферах в каких других я развиваюсь в сфере журналистики сфере масс-медиа и только в этой сфере собственно я и хочу развиваться в других сферах не хочу эта сфера очень обширная и тоже многогранная поэтому я очень люблю свою работу и очень рад тому что в рамках своей работы я тоже могу развиваться и расти Оля и Дима странные люди нет они просто очень эмоциональны на самом деле они просто чуть-чуть вспыльчивы есть люди которые могут себя сдерживать они не всегда могут и то кстати в последнее время Оля стала гораздо более спокойно относиться к каким-то нападкам у нее уже такой иммунитет мне кажется просто вспыльчивы очень почему не отвечаете на вопросы про Купинах на что я должен ответить про то что беременна Майя или нет я не знаю она таких заявлений не делала она говорит что нет значит нет спросите у Майя где еще в Сочи хочешь отдохнуть завтра я планирую поехать на Розовый хутор на Красную поляну и там провести день воскресенье пока не знаю в воскресенье у меня запланировано встреча с одним фотографом у нас будет небольшая съемка кстати в отеле и тут много есть где отдохнуть это огромная территория и очень круто здесь отель Меретинский я в сторис вам уже выложил свой номер и кстати вы можете выиграть тоже отдых в этом отеле для этого просто посмотрите мой последний пост мы там объявили конкурс нужно просто отметить двух своих друзей в комментариях и подписаться и мы разыграем отдых в этом отеле отель кстати реально крутой так ваши вопросы я уже немножко пропустил литвинов не вернется нет пока он занимается своей работой дом 2 это проект правдивый кстати 20 процентов ой 20 процентов зарядки поэтому скоро буду заканчивать или поставить телефон на зарядку так дела у меня отлично ты не хочешь на проекционе прийти нет не хочу в сочи тебе надо пустить кафе маяк спасибо за совет я посмотрю что это за кафе на кого ты похож на папу или на маму в каком плане внешне или по характеру мне кажется я и на маму похож на папу на папу похож на доме 2 стало много девушек легкого поведения да нет я бы не сказал наоборот сейчас их вообще нет у нас всех хорошие девчонки о чем вы говорите надо дать квартиру рапе они на и терпелись ну вот мне даже так кажется но как будет пока неизвестно что вам кому-то все строковое не дает покоя вы прям хотите что-то строковое насолить ты был в новосибирске летом нет я не был там ни летом ни зимой вообще не было в новосибирске напишите стоит ли там побывать что там интересного накладной живот у рапунцеля нет у нее не накладной живот у нее аж свой живот привет Греции безумно люблю вашу страну мне там живут друзья и я много раз там был очень люблю Грецию тебе самому кто больше всех нравится из ведущих мне все нравятся потому что у каждого есть своя изюминка у каждого есть своя харизма и у всех есть свои плюсы что с новым проектом на севере это не новый проект это был пранк в честь запуска сериала полярный по поводу Ани я же ответил я отвечаю спрашивайте Верните Должанский в рейтинге сразу поднимутся так он же женат у него есть жена мне кажется ты уже спать хочешь немножко хочу да но я еще жду еду свою и и потом уже буду спать как Бузова относится? просто прекрасно я очень люблю Олю очень к ней хорошо отношусь ты ни на один мой вопрос не ответил напишите еще раз свой вопрос я обязательно отвечу у тебя есть братья или сестры? у меня есть сестра старшая Юлия Ефременкова тебе как ведущая проекта прекрасная ведущая как ты сделал такую карьеру? я много работал до сих пор много работаю очень очень много в Самаре я не был в Иваново я тоже не был часто вижу эксперты в других передачах да бываю я в других передачах они не знакомы с моей мамой мне вообще кажется что эти все знакомства немножко немножко ни к чему потому что как бы вы же между собой общаетесь правда а не с мамами что же вы со своей строковой не угомонитесь у Рапунца второй месяц беременности никто не знает сколько у нее срок беременности я думаю что у нее не второй месяц как Прага я тоже в Праге не было друзья нигде я не был видите как привет Крыму привет ты ходишь к психологу нет я не хожу к психологу хотя кстати был период когда мне хотелось туда пойти наверное стоило бы есть кстати моменты которые может быть стоит проработать но пока вот не ходил сам разбираюсь в себе когда уберут Купинах почему их убирать они строят семью на проекте СССР где все семьи возможно дай бог скоро станут родителями делали ты пластику как к этому относишься нет пластику я не делал отношусь к этому нормально если человек хочет он может делать с собой своим телом все что он хочет все что угодно поэтому я просто за гармоничную так скажем историю то есть если это все гармонично красиво то все супер только за мне 27 лет анна в Саратове ты знаешь где-то Иваново ну конечно знаю центральная часть России я не знаю знаю что только что Иваново город невест поэтому что у вас интересного можно посмотреть если там что-то интересное то почему бы и нет у тебя есть чувство вины за сказанное бывает же нет не бывает потому что если вы говорите про мои высказывания на шоу во-первых у меня особое отношение в принципе к съемочному процессу я немножко абстрагируясь от происходящего так скажем и не приношу это в реальную жизнь для себя а плюс я же говорю правду чего стыдиться то вины у меня никакой нет вообще ни разу не было честно как ты относишься к тому что многим участникам проекта лучше продолжить обучение в вузах а не позориться на проекте вы знаете я бы не стал это прям сочетать одно с другим но то что участникам проекта некоторым нужно заниматься образованием это факт вообще любому человеку это очень нужно и это очень важно на мой взгляд поэтому конечно нужно заниматься образованием спасибо что вы меня приглашаете везде и в Прагу и в Новосибирск и куда только не приглашаете ой как мне приятно не отвечайте за всю пензу про Рапунцель Оля Рапунцель по твоему взгляду искренне да абсолютно она говорит всегда то что думает она очень даже искренне почему вы держите пар которые поженились западите место новеньким друзья для таких пар есть проект спаси свою любовь они там и находятся а новички все строят свою любовь на доме 2 так что новичках у новичков у новичков вообще куча куча места куча возможностей себя проявлять и быть в эфире быть заметными как там Захарьяш он один он да в поисках о чем мечтаешь ой ребят я ни о чем не мечтаю я ставлю себе цель наверное есть одна мечта она такая она не материальная она более духовная скажем так не скажу какая выглядишь на лет 20 я счастлив это прекрасно на острове есть Юля и Игорь как ты к ним относишься Юля всегда печальная я к ним в целом хорошо отношусь но для меня конечно это пара такая немножко скучноватая мне бы конечно хотелось чтобы как-то они более активно себя проявляли потому что как-то у них все очень 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 порой бывает тухло но вообще нехорошие ребята с Игорем мало общались потому что сразу на островов летел Юлька хорошая девчонка по поводу семей уже мы отвечали что у них отдельный проект семейный спаси свою любовь директ я отвечаю если вы какие-то вопросы пишите отдельно если вы пишите привет то нет то не отвечаю устраиваешь встречи с подписчиками не устраивала никогда встречу но кстати есть идея скоро кое-что сделать я напишу вам совместно с одной организацией Ксюха наверное хорошо друг друга понимаете вы такие прямолинейные это вы про кого? про Ксюшу Бородину? не знаю мы просто как коллеги только общаемся по работе поэтому приезжаю в гости в Беларусь СЛ вообще не интересно почему же что вам интересно напишите веришь Деда Мороза? конечно верю если грудь своя а друзья мужа спрашивают как она растилась если она своя ну как что там у нас капусту ела плавала в бассейне какие там у нас еще есть способы так и отвечайте у тебя мама очень красивая вы очень похожа спасибо привет Германия бесполезный эфир друзья все что вы мне спрашиваете я вам и отвечаю с ребенком я думаю вряд ли к нам можно у нас приходят игночки строить любовь выглядишь на 18 прекрасно друзья вы не открыли мне Америку этим высказыванием моя и Леша говорили что хотят покинуть проект нет они такого никогда не говорили наоборот они хотят быть на проекте хотят строить семью хотят воспитывать малыша поэтому они не собирались уходить Юля скоро сломается очень худенькая если вы про Ефременкову а нет вы про Щеглова скорее всего да она очень худенькая она правда очень очень худенькая почему вы не с Аней отдыхать поехали потому что Аня уехала по работе а у меня появилась возможность тоже на 2 дня уехать и вот так сложилось потому что обычно даже дня нет если честно так как выходные все расписаны точнее выходные не выходные и даже вот в понедельник я прилечу и прям сразу сразу с самолета я прилечу на съемку так ко мне приехала еда сейчас одну секунду да конечно прочиталось? давайте я кто-то может вставлю там бывает иногда она почему-то не читается так так давайте я вставлю ее не припасом а вот так только могут работать поехать никакое тоже не было оно kung так друзья мои ссоре что я отвлекся мне принесли еду давайте я вам покажу кстати что я буду есть можем быть с вами покушать посидеть я заказал себе курицу и овощи так как уже вечер и стоит не стоит есть тяжелую пищу стоит есть легкую пищу и так вот смотрите мне принесли два блюда вот мои овощи салатик еще думал что овощи будет немножко иначе выглядеть я курица видимо странно она как-то выглядит совсем иначе нежели я ожидал она выглядит как салат север это будет курица немножко другого формата честно говоря немножко странно ну ладно так если вы не против я буду кушать немножко с вами общаться буду сейчас как перед тренд офилизе которая постоянно кушает в эфире не зайду к ней в эфир она кушает и машках но тоже часто кушает так ставить телефон на зарядку на так поставить чтобы он не упал почему про дима дмитренко не расскажешь слушайте дима дмитренко все в порядке я не доктор я не могу ему ставить диагнозы правда поэтому вы такие странные вещи пишите я не знаю что я должен вам на это ответить честно маша и сейчас в эфире кушает ну вот нам с ней приятного и я буду кушать пока эфир не закончился давайте мы час просидим раз уж я вышел в так нам так поставить чтобы ничего не падало привет тебе сунечек привет приятного аппетита спасибо я вот так открыл смотрю тут все странно я ничего еще даже не потрогал я просто вот открыл смотреть вот это оставлю а по цене получается тоже когда не купим сейчас там все